Я бы хотела добавить немного слов к той истории, когда нас депортировали. Это самое лучшее, что произошло с нами. Мы знали, если бы Бог не сделал чего-то, то нас бы поджарили. Ничего мы не смогли сделать для того, чтобы помочь себе, самим ситуации этой. Мы оказались в такой ситуации, когда мы ничего не могли делать, ни вперед двигаться, ни назад отступить. И Бог вмешался. И Он сделал что-то. И провел нас через тот кризис. Почему я говорю, что это самое лучшее, что с нами произошло, потому что еще много таких случаев будет. И так и было. Времена, когда, если бы Бог не сделал что-то в ситуации, то мы вообще бы были в полном изобразии. И беспомощными. Поэтому такое бы наставление я хотела бы оставить. Убедитесь в том, что на самом деле вы услышали Бога. Как Гарри сказал, и Гарри, я по отдельности услышали призвание Бога. И что это стоило нам денег, и это было очень рискованно. И поскольку мы знали, что Бога мы услышали, то это вообще уверенность в нашем призвании пронесла нас полностью через всю эту ситуацию. И поэтому хорошо, когда у вас такая ситуация, вы не сможете себе сказать. Вы не сможете себе сказать. Вы не сможете себе спасать. Рескute себя. Но Он поставил тебя. Вы не сможете себе поставить. И это хорошая ситуация, когда не вы туда забрели сами, но на самом деле Он вас туда поместил. Он вам сказал. Я продолжу по этой тени, потому что, думаю, это очень важно для нашего хождения с Богом. Мы, в нашей жизни, мы находимся в определенном месте. И у нас есть судьба. И мы чувствуем, что Бог призывает нас в каком-то направлении. И вы, возможно, чувствуете, что Бог вам сказал перемещаться из А в Б. И это, возможно, правда. Геометрически, самое ближайшее расстояние, это прямая, отрезок между А и Б. Но у Бога не так. Обычно Бог вас не проводит по прямой линии. Бог может сделать вот так вот. Go back. Go back, make a circle. Что-то такое. Это пути Божьи. И вы должны это знать. Мы все. Потому что, если мы не осторожны, не бдительны, то в этот момент можем очень легко из разочарования отпасть. Есть отрывок в Ветхом Завете. Это в Второзаконе. Я просто процитирую, расскажу вам общий смысл. Позже найду, точно скажу. И там говорится вот что. Когда израильтяне вышли из Египта, И там сказано, что он не повел их прямо в Хананскую землю. Хотя это был бы и прямой путь. Прямой и самый кратчайший. Вы можете представить себе, вы израильтяне 400 лет, вы были в рабстве. Бог проводит вас через Красное и Черное море. Он разделяет воды. И возможно, это самое великое чудес, которое было для Израиля. Они выходят на противоплошном берегу. И что происходит? Нет еды, нет воды. Начинают жаловаться. Жизнь усложняется. И Бог мог сразу же везти их в Ханаан. Но он не вел. Потому что ему надо было еще с некоторыми вещами разбираться в сердце. Поэтому он взял их в такую долговременную поездку. И это было бы разоблачивать то, что на самом деле в их сердце. И в конечном итоге они приходят к Кадес-Варнии. Это можно сказать, граница обетованной земли. И отсылают двенадцать саглядатов, шпионов. Знаете историю. Десять с плохими новостями приходят. Поскольку там гиганты были в стране. А два возвращаются с Уснавин, Халиф. И у них сильная вера. И они говорят, что Бог с нами, давайте войдем в землю. Но остальные десять, они весь народ против Бога настроили. И еще сорок лет они блуждали. Пути Божьи состоят в том, чтобы взять нас в долговременную поездку, для того, чтобы разбираться с сердечными вопросами. Для того, чтобы созидать нашу веру. Он знал, что они не были готовыми к тому, чтобы войти в Ханаан. То же самое с вами. И со мной. Вы приходите в библейскую школу и думаете, что что-то произойдет, а этого нету. Радуйтесь. Просто Бог разбирается с некоторыми вопросами в вашей жизни. Не засыпайте. Мы входим в тот период с Богом. Период великих потрясений. Будут происходить события, которые вы не ожидаете. И когда это произойдет, я хочу, чтобы вы это сейчас запомнили. То, что сказал этот англичанин. Мужчина из Англии. Не разочаровывайтесь. Не падайте. Потому что вы в марафоне долговременном. Это терпение. Что-то происходит. Не переживайте об этом. Поднимитесь и дальше идите. Потому что Бог в этом. Потому что Бог в ваших ситуациях. находится во всем этом, в ваших ситуациях. Или, возможно, вы сделали ошибку. You may not hear God right. You may not hear God correctly. That's okay. He knows that. He knows you're made of flesh. He looks at the heart. If your heart is right. Если ваше сердце в правильном положении. If your heart is sincere. И искренне. And you make a mistake. И вы делаете ошибку. Don't worry. Не переживайте. God is looking for good hearts. Бог ищет добрых сердец. Синсерных сердец. Искренних сердец. Поэтому, если вы окажетесь в какой-то яме когда-то. И скажете, где Бог? Мои друзья оставили меня. Моя семья оставила меня. И вы знаете, что вы в правильном положении перед Богом. Просто поднимитесь и дальше идите. И что вы должны завершить ваш марафон. Ваш забег с радостью. То, что интересно в отношении христианства. Я учусь чему-то сложным путем. И я об этом могу рассказать вам. То, через что мы проходим для добра других. Поэтому я этого научился. И вам это передаю бесплатно. И то, через что вы проходите. Будет использован для добра других. Окей? Бог есть благое Бог. Он вовлечен в ваши обстоятельства. И что все это будет на благо в конечном итоге. Но храните сердце свое. И пускай не будет там горечи. Или жесткости. И возможно у некоторых из вас в настоящее время ожесточенное сердце. Все в порядке. Но Бог хочет его сделать мягким. Я хочу перейти дальше к новой теме. Я хочу вам предоставить большую картину того, что я верю, Бог делает сейчас. Как мы говорили, мы проходим через период сотрясений. Но я думаю, что есть еще что-то важное, что нам нужно знать. Когда мы влетели самолетом в Одессу, то на высоте 10,000 футов очень интересная картина пристает. Видно большую картину. Совсем отличается от того, что здесь на земле. Здесь я бы потерялся. Но из самолета смотря, можно видеть большую картину. И это очень помогает. Там у вас висит карта Израиля. Очень интересно увидеть всю картину местности Израиля. Потому что так вы можете узнать что-то, чего бы никогда не узнали на земле. Я верю, что Бог делает три важных вещи на земле в наше время. Он делает так, что евангелисты расходятся во все уголки мира. И распространяет Евангелие всем народам. Вы здесь в Одессе находитесь. Но Бог распространяет Евангелие не только в Украине, но и в Монголию. Вы можете поехать в любой городок, деревню по всему лицу земли. И вы увидите, что Бог там что-то уже делает. Он делает нечто в городах и деревнях, где ислам. И я слышу такие вести, что в исламских школах, в мусульманских школах, где Коран изучает, Бог там спасает студентов. Он дает им прямое, непосредственно откровение о том, кто есть Иисус Христос. Вы можете поехать в Америку. В Южную Америку тоже. Каждый народ. Одно из самых важных вещей из того, что делает Бог, то, что Евангелие распространяется. Второе, что делает Бог. Он делает так, чтобы еврейский народ возвращался в Израиль. Ну, допустим, это началось сто лет назад. Что Бог подняло, основал Израиль. И еще что делает Бог, третий. Бог подготавливает невесту. Он подготавливает невесту для своего сына. Вы и я названы невестой Христовой. Я бы хотела кратко поговорить об этих трех вещах. Я думаю, что когда мы знаем, что Бог делает во всем мире, то тогда это вообще смысл представляет для нас. Откройте 104 Псалом. Седьмой, одиннадцатый стихи. Он Господь Бог наш по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово которое заповедовал в тысячу родов. Которое заповещал Аврааму, Аврааму и клятву свою Исааку. И поставил то Иакобу в закон и Израилю в завет вечный. Говоря, тебе дам землю хананскую в отдел наследия вашего. Я думаю, что вы все это хорошо знаете, поэтому много не буду зацикливаться. Как говорится, Израилю дал закон, Израилю завет вечный. Землю дал тебе вечно. Вечно это на сколько? Forever. Forever is forever. It's forever. Вечный завет — это вечный завет. Now, this subject right now is probably the most difficult political situation in the earth. И эта тема, в принципе, наверное, одна из самых сложных политических тем в мире. Барак Обама не знает, что надо делать. Бенджамин Нетанаху тоже не знает, что делать. Никто ничего не знает. Нет решения. И знаете ли, какое политическое решение? Два государства, которые живут рядом в мире. Нет. Этого не будет. Я не вижу в моей Библии, что такое решение возможно. Я не знаю, как вы следите за событиями происходящими. Знаете ли вы, что сейчас, в этот день, в Нью-Йорке, собрались большинство лидеров ООН. Происходит встреча Барака Обама, Бенджамин Натанаху, и Махмуд Аббас, Аббас, the leader of the Fatah of the Palestinians. Махмуд Аббас. И они посмотрят друг на друга. И полываются. И нет никакого решения. The Arabs want Jerusalem. И арабы хотят Иерусалим себе. Натанаху says no. Натанаху говорит нет. Обама говорит, может быть. This is a great political stumbling block. It is causing wars. It is causing Islamic jihad. Terrorism. It is a It is a political problem That the world leaders do not know what to do. Can I tell you? You and I Know more Than Barack Obama. We know the word. We know what God's doing. The world looks at that And cannot make sense Out of the Middle East. You and I understand. It is very important That we understand. You understand more than A prime minister Is a prime minister Of Ukraine. What's her name? Timoshenko. Yes. You are concerned with what? You know more than she knows. You know more than Vladimir Putin knows. You know what God's doing. You know how to pray. You know how to witness. This is a spiritual battle. There is hatred between The sons of Jacob And the sons of Ishmael. Or Isaac and Ishmael, I should say. And it is very important That we know that in the earth This is one of the things God's doing. Ishmael, it is what God's doing on the earth. He is causing the Jewish people To return to Israel. He is causing the Jewish people To return to Israel. I believe that one half Of all the Jewish people In the world now live in Israel. One half of all the Jewish people In all the world live in Israel. Listen to that. That is a big problem for the world. That is a big problem for the world. Big problem. It's God's doing. He is causing the Jewish people To return. Бог делает так, что евреи возвращаются потому что в Израильской земле их глаза откроются Иисус сказал, вы меня не увидите пока вы не скажете благословен грядущий во имя Бога И сейчас в Израиле около ста общин которые растут И большое преследование идет против мессианских верующих в Израиле Теперь скажите, кто из вас евреи здесь? Поднимите руку Бог делает что-то в церкви Он делает так, что не евреи возлюбили любят, начинают любить евреев И даже в этом есть битва В Англии Большая часть церкви не имеет этого откровения о том, что Бог не оставил еврейский народ В Англии у нас есть разделение в церкви Насчет того, что Бог делает с Израилем В мире Израиль это тоже точка разделения И Бог испытывает сердца Барбара говорила раньше Бог всегда испытывает сердца Исаия 11 Одиннадцать, одиннадцать, двенадцать И будет тот день Господь снова простет руку свою Чтобы возвратить себе остаток народа своего Который останется у Асура В Египте В Патрасе Ухуса Елама Сенааре Ямафе На островах моря И поднимет знамя азычникам И севрет их знанников Израиля И рассеянных иудеев Созовет от четырех концов земли Аллелуя В одиннадцатом стихе, в тот день Профетически, speaking of the church age Времени, когда будет церковь Времени, когда мы живем То, что евреи возвратятся во второй раз И вот двенадцатом стихе Мне нравится Поднимет знамя азычникам Знаете, что такое знамя? Это большой знак Огромное знамение Знак знамения Я помню в Америке Как только мы поженились Мы жили в штате Колорадо И мы ходили на футбольные матчи Допустим, футбольный матч Украина-Россия Что-то такое Огромнейший стадион Семьдесят тысяч человек И над стадионом летал вертолет И самолет И за этим самолетом Развивалось бы огромное знамя Так, что все Кто на стадионе Могли это читать И эта реклама была местной пиццей Или что-то в этом роде И все могли это видеть Настолько огромное знамя И настолько это высоко Что каждый человек Мог видеть это знамя То же самое здесь Поднимет знамя азычникам Все народы увидят это И нет ни одного народа Кто бы этого не видел И для мира это вообще Только одна головная боль И большая проблема И знаете, что написано На этом знамени Я Бог И у меня заключен завет С евреями И их возвращение в Израиль Это знамение для народов То, что я Бог Служите мне Это знамение для всех народов Это должно быть Как бы Инструментом евангелизма Что если Бог может любить евреев То Он может любить всех Вы знаете Знаете, что я имею ввиду Они были упрямыми Служили другим богам Служили богам других народов Вообще полной неверия Также помогали В распяте Мессии Также с римлянами Служили богам Служили богам Служили богам Служили богам Служили богам То есть Не только грех евреев Но грех и мой Как язычников И после всего этого Они являются Занец и его ок Он любит их И ради отцов И если он любит их То он любит вас Это является знаменем Знаменем для народов И это одна из этих основных Одна из основных моментов Что Бог делает По земле И когда вы это знаете То тогда все приобретает смысл Потому что не пройдет Много времени Никак снова никакого Смысла Политики Миллиардовые лидеры Не увидят Но вы знаете Больше чем они Не будьте потрясаемы Второе Что делает Бог Бог распространяет Евангелие Среди народов Матфея 24, 14 И проповедано будет Сие Евангелие Царствие по всей вселенной Во свидетельство всем народам И туда придет конец Бог любит народы Он любит китайцев Он любит народы Он любит людей И он распространяет Евангелие И он подготавливает молодежь Как и вы Для того чтобы Евангелие Распространяется В народах И Духсотой привлекает Людей к себе Они потеряны без него И он плачет Из-за их Состояния потерянности И он посылает миссионеров В те народы Которые вообще ничего Не знают о Боге Мало знают И он посылает миссионеров В Китай В Японию А если взять арабские народы Где нельзя так это делать Он им дает интернет И именно его любовь Сильная любовь К людям делает это И он не желает Чтобы кто-то погиб И я хочу просить Бога Чтобы он каждого из нас Как-то прикоснулся Для того чтобы Вместе с ним сотрудничать В то же время как Евреи возвращаются в Израиль То в это же время Он распространяет Евангелие во все народы Матфея 9 глава 35-36 И ходил Иисус по всем городам И селениям И уча в синагогах Поведуя Евангелие Царствия И целяя всякую болезнь Всякую немощь в людях Видя толпы народа Он сжалился над ними Что они были изнарены И рассеяны Как овцы Не имеющие пастыря Тогда говорит ученикам своим Жатвы много А делатели мало Итак, молите Господина Жатвы Чтобы выслал Делатели Жатву свою Как здесь говорится Иисус проповедовал Царство Царство сегодня тоже И раньше И он исцеляет все болезни Немощи Изгоняет демонов И мы делать должны тоже сегодня Я знаю, что когда Дон приедет Дон Крам Об этом он больше будет говорить И вы и я должны быть Помазаны Богом Для того, чтобы молиться За больных Чтобы проповедовать Царство Это не только проповедь Слова Но и также показывать на Царство И Иисуса было проповедь Что Царство приблизилось Также Он творил чудеса И вы и я также должны продолжать это делать Но Он также Им двигало сострадание Милость И там говорится Он их увидел Он сжарился Так как они были Как овцы без пастыря Потеряны Блуждают И им нужен Бог И Бог прикасается К сердцу Церкви Для того, чтобы Евангелие Нести к другим народам Третье, что делает Бог Первое Собирает евреи в Израиль Второе Распространяет Евангелие Во все народы И третье Подготавливает невесту Давайте открываем Откровение 19 Седьмой стих Возрадуемся Возвеселимся Воздадим Ему славу Ибо наступил брак Агнца И жена Его приготовила себя Вы и я являемся Невестой Христа Во всем Писании говорится о том Что Сын Божий призывает Невесту к себе И возможно этот образ Трудно для нас понять Как для мужчин И так как для женщин Это больше смысла Может представить Если вы были в течение этих шести месяцев Вы выходите замуж Что бы вы делали Что делает женщина Когда надвигает Как бы На носу их свадьба Поскольку много же Деталей над которыми нужно Проработать Много подготовки Сделать приглашения Разослать И самое важное Пойти и найти Правильный Или нормальный Наряд Свадебный Платье Идеальное платье Самое красивое Платье Почему именно так? Вы хотите быть красивыми Для своего мужа В день свадьбы Разве это не так? Бог вложил это в сердце Каждая невеста Быть настолько красивой Насколько возможно Для мужа Мы имеем Справильную историю Каждая Что она хочет выглядеть Самым лучшим образом И то что Бог делает в церкви Он делает то что Тело Христово Становится красивым Он хочет чтобы вы и я Были готовыми К его приходу Он делает все наши жизни Для того чтобы мы были Красивыми для него Снова Откровение 19, 7, 8 Седьмое прочитали Восьмой стих И дано было и обличься Весон чистый и светлый Весон же есть Праведность святых Праведность святых Праведность святых Мы любили Дело так чтобы мы становились Похожим на его образ Всегда мое сердце было таким Чтобы найти и увидеть Что Бог делает в церкви И чтобы согласиться вместе с ним Мы хотим благословлять Бога Как ребенок может благословить родителя Тем что слушается И когда мы видим что Бог делает Мы соглашаемся и присоединяемся к Нему И если Бог делает эти три великие вещи То наше сердце должно быть согласие С тем что Он делает И наша жизнь чтобы соответствовала Этим трем моментам Поэтому мы молимся об Израиле Молимся об евреях Также достигаем евреям Рассказываем об их мессии И также соглашаемся с тем Что Бог распространяет Евангелие Во всех народах Мы молимся об этом Участвуем Когда мы знаем что мы часть невесты И что приближается день свадьбы То мы говорим Боже очисти меня Сделай меня красивой Для того чтобы мы смогли согласиться С тем что Бог делает на земле Окей, break Тирио Рев Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!